Добрый день, это канал Универ ТВ. Сегодня мы продолжаем разговор о нашей родной медиаотрасли. Я думаю, что он будет даже еще более предметный, привязанный к площадке университета и будет касаться медиаобразования, что для нас называется вдвойне приятно и вдвойне актуально. Я с удовольствием представляю нашего сегодня собеседника, гостя, это обозреватель журнала «Журналист», газета «Петербургский дневник», доцент Санкт-Петербургского государственного университета Егор Королев. Добрый день. Добрый день. Прежде чем мы начнем разговор, да, собственно, и начнем его вот с этого. Это тоже связано во многом с тем, о чем мы будем говорить. Хотелось бы узнать, вот что вы, вот профессионал, специалист, педагог, хотите увидеть и найти чего-то нового, неординарного в такого рода мероприятиях, событиях, ну, вот как, скажем, фестиваль «Вместе медиа». Чего-то неожиданное, или хотите посмотреть, насколько традиции, наоборот, традиционные, консервативные еще сохранилось и развивается. Что вы, ну, понятно, что есть правила оценки, то есть вы оцениваете качество того, что предлагают конкурсанты, но вот еще что-то хотите увидеть и найти такое, чтобы, ну, потом как-то и вас самого лично стимулировало и как-то подвигало. И хочу, и нахожу, потому что «Вместе медиа» — это редкий конкурс, который не просто, знаете, раздает слонов, собрали, наградили, все счастливые разошлись, и все. Есть такие профессиональные конкурсы, кого не наградили, обиделись, кого наградили, порадовались и разошлись. «Вместе медиа» — хорош тем, что он дает обратную связь с журналистом, и, знаете, это такое, мне кажется, бесплатное повышение квалификации для региональных журналистов на тему того, а как вообще быть, как работать с аудиторией, с новыми какими-то форматами. И в этом плане конкурс позволяет мне, как журналисту, вообще понять, а как профессия развивается, потому что мы, сидя в Санкт-Петербурге, представляем такую же региональную журналистику. Мы ее изучаем, мы в ней работаем и частенько не согласны с вот этим трендом о том, что профессия умерла, все плохо, сплошная пропаганда, и все завершилось. С оглядкой на Москву, возможно, это иногда оправдано, да, то есть мы включим один телеканал, еще что-нибудь посмотрим, почитаем и подумаем, что ну все, надо закрывать все наши факультеты и расходиться. Но как только ты начинаешь читать региональные медиа, начинаешь копать, как эксперт, искать, исследовать, знакомиться с журналистами, в том числе вот на конкурсе Вместе Медиа, ты понимаешь, что ничего подобного. Профессия не умирает, она меняется, она трансформируется. Ей сложно, но при этом я, когда оцениваю работы, которые поданы на Вместе Медиа, всегда радуюсь, что как много хороших, интересных, часто независимых медиа, которые умеют и зарабатывать деньги, которые думают про свою аудиторию, которые осваивают какие-то новые форматы в социальных сетях, и в этом плане это возможность на этом конкурсе поговорить с коллегами, с теми, кто, может быть, что-то еще не поспевает и не докручивает и не понимает, потому что это очень сложно, да, я как изначально сам газетчик, который уходит постепенно в социальные сети и веб, мне сложно, сложно перестраиваться, я понимаю, что коллегам тоже сложно, но есть и хорошие примеры, когда ты можешь от региональных журналистов узнать что-то новое и понять вообще, а как оно там все развивается, а развивается очень бурно, и вот по-волжски этап конкурса Вместе Медиа это тоже показывает сегодня и завтра будем обсуждать это с коллегами. Есть слабые примеры, за которыми можно пожурить, может быть, немножко покритиковать, а много достойных примеров, за которые хочется просто похвалить коллег. Вот вы сказали о трансформации профессии. Можем согласиться, да, сегодня термин журналист, это скорее мы так вот по традиции его произносим, на самом деле в нем содержание уже сильно отличается от того, что было, ну, даже в годы нашей юности, там, молодости, когда мы так или иначе обратились в взор на журналистику. Вот что за трансформация, что вы имеете в виду под этим термином, в какую сторону она происходит и в чем ее глубинная суть, что изменилось вот в этом содержании термина журналистов или изменится в ближайшее время? Да, я так понимаю, что уже изменилось, мы перестали быть той площадкой, может быть, единственной или немногочисленной, к которой прислушивается аудитория, когда хочет узнать какую-то точку зрения. То есть, к сожалению, для нас и журналистов, к сожалению, может быть, для гражданского общества и хорошо, каждый теперь смог стать автором, и мы пришли к тому, что мы не стали, может быть, истинно в последней инстанции, как это когда-то было, либо хотя бы перестали обладать вот этой монополией, взять информацию, как-то ее объяснить, проанализировать и пойти дальше. Я не уверен, что те же самые социальные сети взяли функцию журналистики просвидетельскую, социальную, гражданскую, но при этом очевидно, что мы пока не всегда понимаем, как теперь работать с новой аудиторией. И не просто с новой, имея в виду молодежь, но и люди 40-50+, тоже уже по-другому потребляют информацию. И если мы не будем понимать, как они будут потреблять информацию, мы по-прежнему будем прикреплять PDF нашей газеты в сообщество и ждать, когда же появится там 5-6 лайков. 5-6 лайков появятся, друзья поставят, коллеги поставят. А больше мало кто поставит, просто потому что сегодня прикрепить PDF в социальную сеть, это не понимать, что в социальной сети PDF почти не открывают. Хотя, наверное, я преувеличиваю, есть люди, и я в том числе открывают, конечно, но это, опять же, иногда просто по дружбе. Вот это сложно очень понять, как оно сегодня потребляется, не просто какой-то сторонней аудитории, а нам с вами. И когда я привык, что мой репортаж выходит в газете, и я не забочусь о том, как он будет упакован на сайте, потому что я еще, когда начинал работать, сайта у нашей газеты не было, и тем более не думал никогда про социальные какие-то сети, выпустил репортаж, пошел делать следующий материал. Сегодня журналист должен заниматься, в том числе, на мой взгляд, продюсированием своего материала и тем, как он пойдет дальше по аудитории, как он распространится и насколько будет его влияние, в хорошем смысле этого слова. Вот скорее вот о таких каких-то вещах, о том, как сохранить смыслы, и как, может быть, учитывать эти технологии, не относясь к ним, может быть, с аллергией, и понимая их. То есть, собственно, я вот в ваших словах нахожу еще один аргумент, подтверждение, скажем, одной из целей, которую ставит, ну, скажем, высшая школа журналистики Казанского университета, перейти вообще на уровень высшей школы медиаинжиниринга. То есть всего процесса от определения цели, некой задачи того, что ты хочешь сотворить за контент, до, вот как вы сказали, продюсирования, последней точки конверсии, да, твоего материала, твоего контента, который ты передаешь. Но, знаете, что еще за дело? Вы несколько раз вспомнили про то, что начинали газетчиком, PDF-форматы вспомнили. Есть заезженный вопрос, который мы все друг другу задаем, но у каждого свой какой-то ответ, силу там разного опыта и разного видения. будущего. Вот чего все-таки с этой печаткой, с принтом, с вашей точки зрения, должно случиться, чтобы он как-то, ну, не сгинул вообще? Какой, это какой-то особого типа эксклюзивный контент? Это, я не знаю, кто-то говорит, киосков надо больше просто поставить. Что должно произойти, чтобы принт не умер? Мы сейчас тоже не говорим, чтобы вернулся на прежнюю позицию. Вряд ли. Но он не умер. Или все-таки умрет. Ну, тоже позиция. Я, знаете, не любитель кладбищенских теорий, и ни в коем случае не хороню прессу, потому что знаю по себе, по людям, которые меня окружают, по даже студентам, что обязательно найдется небольшой, возможно, процент людей, которые будут читать прессу, и журналы, и печатку, и через 20 лет, надеюсь на это. И это, знаете, как аналогия с театром. То есть, вот сколько хранили театр, да? Ведь в театр не так много людей ходит, если мы говорим про такой классический академический драмтеатр, без всякого там мата на сцене и выпендрежа, а нормальный классический театр. Это не мазкульт. Театр должен жить на дотации государства, при этом государство не должно вползать в репертуары, и там могут быть какие-то острые, гражданские какие-то пьесы. Но при этом в театр ходит не так много аудитории, но она ходит, и театр позволяет аудитории понять вообще, а как жить и как быть с этой жизнью. И театр, хороший театр, мне кажется, не претендует на то, чтобы собрать кассу голливудского какого-то блокбастера. Она выполняет свою функцию, в том числе, может быть, просветительскую. Мне кажется, пресса не должна конкурировать, она, как это видно, и не может с какими-то сообществами маленькими, локальными, там, подслушано, Казань или какими-то... В любом городе есть какие-то сообщества. У нас в Петербурге ДТП и ЧП, а Санкт-Петербург — это самые популярные медиа в городе, потому что оно используется огромным количеством жителей, как площадка, чтобы сообщить о каких-то ДТП, но людям это интересно смотреть. Это не значит, что мы должны теперь выпускать газету или журнал полностью с ДТП, и пытаться конкурировать. Не сможем конкурировать. На мой взгляд, печатка должна остаться как узкий продукт для, может быть, небольшой аудитории, которая будет интересна, либо какая-то нишевая тема, например, Петербургский театральный журнал, замечательный толстый журнал, на который люди подписываются, покупают, и они хранят дома как подшивку, потому что они хотят это читать. То есть это действительно качественный продукт, с оглядкой на нашу отечественную журналистику, с учетом заглядки на хорошую литературу. Это аналитическая журналистика, когда аудитория, я надеюсь, захочет почитать какой-то толстый журнал или какую-то еженедельную газету, не добегу, просто там в ленте какой-то пост или какой-то тест, ответив на вопрос какого-то очередного теста, а прочитать аналитическую газету, не спеша, окунуться в текст более 10 тысяч знаков, и это будет не лонгрид с картинками в социальных сетях, это будет хороший аналитический текст какого-то эксперта либо журналиста, который сможет это проанализировать. Но, на мой взгляд, отпечатка будет, но не будет при этом, конечно, популярной, и не нужно за этим, мне кажется, гнаться. Вот опять цепляюсь за сказанное вами, за подсказку, которую вы мне дали, с вашей точки зрения, но, может быть, я, кстати, ошибаюсь, и тут вы меня поправите, если нет, то, может, пообсуждаем. Вот аналитическая, расследовательская журналистика, прямые эфиры, по общественно-политической, во всяком случае, тематике, на телевидении, почему пришли в такое печальное состояние, если вообще не умерли, да, хотя, казалось бы, ведь все возможности появились уникальны, но Big Data сегодня дает просто простор для расследовательской журналистики, не отходя от места, что называется, не сходя с места. Аналитическая, ну, вообще, пребывает в суперпечальном состоянии, если в регионах взять, то ее нет. Так уж, да. Что произошло? Что мешает вот этому абсолютно эксклюзивному и абсолютно журналистскому виду деятельности получить столь востребованное у читателей, у зрителей дыхание? Я недавно перечитывал письма, не перечитывал, а читал письма Чехова 97-го года, и он там пишет немножко Суворину про протесты и митинги студенчества как раз в нашем петербургском тогда тоже университете, и произносит замечательную фразу, которую я тоже когда-то произносил, и не думал, что я цитировал Чехова. Политики, пишет он, в стране нет, общественной жизни нет, и чего там выходить? Я не только газетчик, я еще политический журналист, который когда-то занимался политической журналистической петербурги, у нас был свой проект, мы проводили политические дебаты. Я так понимаю, что и общественная, и политическая ситуация в стране не позволяет журналистике серьезной, расследовательской, политической развиваться так, как это мы знаем из истории журналистики, я тогда только родился, но из истории перестроечной журналистики, 85-й, 91-й, мы знаем, что это был взлет, и очевидно, что, конечно, сейчас у нас не взлет, а куда-нибудь в другую сторону. Когда я вижу, как некоторые телеведущие ток-шоу, которые заканчивали в том числе наш в культуре журналистики, как, например, Ольга Скобеева, ведут политические ток-шоу, мне становится обидно, и непонятно, с этим связана только ситуация самообщественно-политическая, либо это какой-то человеческий фактор. Ведь наша профессора, которая преподавала у меня и Ольги Скобеевой, вела профессиональную этику и у меня, и у нее. Но что-то, видимо, сломалось, что-то кто-то не так преподал, либо зарплата оказалась важнее. Но когда журналист позволяет в эфире хамить или перебивать или навязывать свою точку зрения, это я еще выбираю выражение, что они там себе позволяют делать, сложно нам с вами залезть в голову и вообще понять, почему так. Потому что мы с вами сейчас не ведущие этого эфира и, видимо, и не должны ими быть. И нам, наверное, сложно их понять. Вот такой я почти ушел от ответа. Ну, очень дипломатично. То есть чувствуется, что политическая подготовка у вас очень хорошая. Но правильно ли я услышал среди прочих аргументов и доводов на вечный упрек о том, что сегодня существует кризис СМИ, все-таки можно сказать, нет, нет, не существует кризиса СМИ, есть кризис внешних регуляторов. Вот там проблема. Обвинить вот тех, а мы такие все сидим и ждем, когда же нам что-то делать. При том, что я знаю огромное количество людей, которые ушли из активной практической журналистики в преподавание, как я и многие мои коллеги, ушли в пиар, в какие-то около такие вещи социальные, например. Я знаю некоторых журналистов, которые писали о благотворительности, и когда у них почти перестали, пропали в Петербурге площадки, в которых можно было говорить достойно на эту тему, и в том числе заниматься расследованием, потому что какие-то чиновники просто что-то не пускали, не развивали, эти люди взяли и перешли в благотворительность, и занимаются теперь совершенно не журналистикой, но чувствуют себя прекрасно. И я уверен, что их журналистские навыки там пригодились. Этим хороша, конечно, наша профессия. Но обвинять просто, не знаю, условно говоря, власть или строй, или ситуацию в стране, это, конечно, узко. При этом ведь все не так однозначно. Тот же самый конкурс «Вместе медиа» позволяет понять, как много как раз в регионах журналистов и медиапроектов независимых, которые не сидят на государственной глядотации. Это не значит, что все, кто получают государственные дотации, плохие СМИ, ни в коем случае не обобщаю. Там есть разные варианты. Но мне кажется, почти в каждом регионе, мы часто с коллегами анализируем, есть ряд СМИ, которые зарабатывают тем, что к ним приходит рекламодатель, потому что у них есть аудитория, иногда чаще больше, даже чем у официальных каких-то СМИ. И это им позволяет писать о том, что в каком-то райцентре люди сидят в детском саду, дети сидят в детском саду две недели без отопления, и журналисты пытаются решить эту проблему. Хотя это не задача журналистов, задача журналистов об этом написать. Но такие СМИ есть, и ощущение от переключения федеральных телеканалов, оно не сравнится с ощущением чтения региональных медиа. Потому что в регионах, мне кажется, свободнее. То ли далека какая-то рука, длань, которая за всеми следит, то ли на местах с этим полегче. Но невозможно всю нашу профессию сегодня, мне кажется, записать в какой-то кризис и застой. Просто потому, что я вижу по вместе медиа, что в Саратове, в Саранске, в Калининграде находятся медиа, которые делают интересные вещи. Иногда кто-то из них занимается просто какими-то оппозиционными криками, и я немножко не про них говорю. А говорю про те медиа, которые работают на читателей, которым интересны проблемы читателей, а не то, как замечательно губернатор что-то очередное открыл и перерезал ленточку. Вот если про кризис, то когда наш брат часто бежит впереди губернатора, чтобы снять, как он перерезает ленточку, это, конечно, не журналистика, и в этом ее кризис. Но огромное количество журналистов, которые не боятся, они звонят, пишут, пытаются расследовать и говорить читателям о том, что их волнует. И таких журналистов в регионах есть. На федеральном уровне, мне кажется, их мало. Или, может быть, нет вообще, но тут надо изучать. Ну, вот продолжая ту же тему, ну, например, такой, казалось бы, очевидный для современных технологий вид взаимодействия с аудиторией, как интерактив, почему он исчез, ушел с медиаплощадок. Даже там, где присутствуют, ну, комментарии, например, под текстом, они все сопровождаются при модерации. Если есть интерактив, то он сводится к тому, что ведущий, получив какое-то неугодное ему сообщение, начинает обзывать просто того, кто его прислал, мягко говоря. Это потеря профессионального умения, качества вести дискуссии, диалоги. Это самоцензура слишком повышенная. Или все-таки, опять же, тот же самый внешний регулятор. Я думаю, и все, что вы назвали, в том числе, и в том числе, знаете, еще об одной причине, мне кажется, близко нам, это приход в профессию огромного количества людей без профильного образования. Несмотря на то, что я привел в пример коллегу, которая закончила профильный факультет и все равно занимается пропагандой, это не значит, что все выпускники факультета в журналистике должны быть замечательными и независимыми журналистами. Но, мне кажется, появление огромного количества частных или на коленке сделанных факультетов в журналистике расплодило огромное количество людей, которые считают себя журналистами и этим занимаются. Плюс огромное количество людей в профессии, насколько я помню, по цифрам одних социологов Российской Академии Наук, они однажды проводили какое-то исследование года 3-4 назад, и у них была хорошая выборка, они опрашивали огромное количество журналистов по России, и там оказалось, я примерно сейчас говорю, около 40 только процентов по их подсчетам, людей в профессии, работающих с профильным образованием. То есть большая часть, по их мнению, и это видно, это сходится с тем, что можно заметить невооруженным глазом, работают без профильного образования. Это говорит о том, что у профильного образования есть проблемы, и говорит о том, что в профессию пришло огромное количество людей, которые не прослушали хотя бы семестр, курс профессиональной этики, и не поняли, что такое вторая точка зрения, и что такое журналист, который навязывает свою точку зрения, о том, что журналисту так просто не должно, и нужно хотя бы уметь дослушать собеседника. То есть огромное количество людей пришло в профессию, которые не понимают, А что такого? Ну, и побежали дальше, и перебили. И это, конечно, проблема, которая, видимо, в ближайшие годы нерешаема, потому что в культе этой журналистики как было много, так их и осталось. Они популярные, к нам идут, и, наверное, ноги можно было бы закрыть, но тогда люди потеряют работу, тогда это немножко жестоко и негуманно. Ну, то есть, все-таки, есть немного переборки. Это как вот с пиарщиками что-то похожее случилось, и когда-то все технические вузы на перегонки стали готовить, и теперь непонятно, где профессионал на этом, в общем-то, востребованном и нужном рынке компетенции, а где дилетант. Может быть, действительно подумать над сокращением числа узелфаков? Да, если бы от нас это с вами зависело, мы бы сейчас проанализировали вообще, кто как работает. Причем, я уверен, что речь идет не только о проблемах профильного образования. Ведь я уверен, что даже в хороших и крепких профильных факультетах все равно есть какие-то проблемы, есть возможность что-то подкручивать и решать, потому что профессия меняется так быстро, что не всегда мы поспеваем. И те же самые регионы иногда бегут впереди каких-то крупных, известных федеральных московских факультетов журналистики. Когда я, оказывается, например, иногда доводилось бывать на факультете журналистики Воронежского университета, я общаюсь с коллегами, вижу какой-то бодрый, хороший, современный факультет журналистики. И он не так иногда хорошо пиарится, как, например, некоторые московские факультеты журналистики. Но я вижу, что студенты Воронежского журфака делают не менее худшие, а иногда качественные проекты, чем делают студенты каких-то московских или петербургских профильных факультетов. Хотя кто бы знает про Воронежский, например, факультет журналистики. И тут проблема еще в том, что происходит внутри даже, может быть, крепких и старых школ, проверенных временем, где, может быть, не всегда мы, как преподаватели, зачем-то поспеваем и не всегда можем объяснить 17-летним молодым людям, которые пришли, как потребляться медиа. Потому что мы потребляем их в свои годы, а объяснить 17-летним, как он в 17 лет потребляет, это, конечно, сложно. Я сразу хочу уговориться, чтобы коллеги, если будут нас слушать, не обижались. Мы всего лишь на все ведем дискуссию. Мы вовсе не выступаем за то, чтобы сейчас массово начать ревизировать действующие журфаки. Но признать, что существует в том числе и внутри медиаобразования определенные проблемы, все-таки было бы не лишним. Потому что определенную долю ответственности за ту картину, которая складывается в медиа, несут не только власти, но и те, кто готовит будущих специалистов в области медиа. Но вот про будущих специалистов. Есть такое расхожее мнение в системе образования, что сегодня реальный сектор экономики, какие-то фундаментальные научные институты, особенно естественно, научный блок это касается, они в состоянии могут и должны формировать определенный заказ на будущих специалистов для университетов, для вузов с тем, чтобы эти специалисты в определенном количестве, с определенными компетенциями готовились, выпускались в большую жизнь с прицелом лет на 30-40. Ну, активной экономической жизни своей. Вот с медиа ситуация достаточно сложная, потому что сегодня работодатели на медиарынке часто сами не понимают, что будет у них утром. В силу высокой зависимости от технологий, как они развиваются, в силу высокой зависимости от, ну, вот даже тех факторов, которые вы сегодня уже вспоминали, когда мы говорили о трансформации, в этой ситуации вузу приходится самому каким-то образом определять, какой будет портрет будущего для выпускника медианаправлений. А как это можно сделать? Как вуз может взять на себя такую ответственность и как не промахнуться? Ведь это ответственность за будущее тысяч людей, которые уходят в большую жизнь. — Это вопрос для нескольких учебно-методических комиссий, но я попробую коротко ответить. Я в прошлом году общался с Владимиром Ивановичем Кузиным, преподавателем нашим, которому уже в прошлом году было 90 лет. Он долгие годы отвечал в нашем тогда еще Ленинградском университете на факультете журналистике за практику. И он занимался в том числе распределением студентов по регионам России. И у нас как раз в этом году, в текущем году мы отмечаем 75 лет нашему журналистскому образованию в Ленинградском и Петербургском университете. И у нас вот несколько тысяч человек по всему союзу бывшему, в том числе в регионах, работают. И работали, потому что была очень хорошая вот эта система распределения и практики, в том числе практики во время учебы в регионах. Сегодня, когда большинство наших студентов, около 70% приезжают в Петербург из других городов, мы их на первом курсе спрашиваем, вы собираетесь возвращаться? Большинство из них отвечает, нет, зачем мы уже переехали и мы будем сейчас здесь пытаться найти работу в петербургских медиа, которые и так уже переполнены как пузырь. Больше некуда идти работать, они все хотят и хотят работать. Редкие, уникальные студенты и выпускники уезжают к себе, потому что понимают, что им интересно развивать что-то у себя, есть что развивать, там есть рынок, хотя не все так иногда прекрасно. Но вуз уже перестал, я так понимаю, в целом, высшее образование, система перестала следить за тем, куда они потом упорхнут. Куда-то вот упорхнули, и в лучшем случае мы, конечно, будем следить точечно за нашими дипломниками или хорошими студентами, будем знать их, приглашать их на мастер-классы. Но в большинстве своем они будут рассеиваться, и мне кажется, это проблема, мы тоже с коллегами думаем о том, как бы наладить эту систему отслеживания людей, которые закончили факультет журналистики. Но не просто отслеживать, а в том числе думать об их карьере по ходу обучения. Ведь хороший студент, он всегда начинает работать во время обучения, и если мы видим, что этот студент добротно и качественно работает, и когда к нам обращается кто-то из работодателей, то мы с удовольствием рекомендуем такого студента, и он в идеале находит свою работу. Это идеальная модель, редкая, но бывают такие уникальные студенты, которые нашли работу, потому что порекомендовал преподаватель. Всех студентов их так много, мы не сможем в таком темпе и качестве устроить. И тут, скорее всего, нужно размышлять о том, точно ли нужно сегодня такое количество вообще студентов, которые получают журналистское образование. Ведь мы говорим и о бюджетных местах, и о платных местах. И у меня иногда складывается ощущение, что в профессию ведут часто много случайных людей, которые не понимают, что это такое, потом разочаровываются на втором-третьем курсе, и, к сожалению, выбирают не ту профессию, и потом просто, может быть, ломают себе профессиональную жизнь и карьеру. И мы пытаемся, в свою очередь, проговорить эти моменты на уровне 10-11 классников, когда занимаемся каким-то профильным журналистским образованием в петербургских школах, либо ведем свою олимпиаду по журналистике пробу пера всероссийскую, в которой находим каких-то талантливых ребят, и пытаемся им объяснить, что такое журналистика и медиа, и что это не просто брать интервью у звезд, а иногда вообще никаких интервью у звезд вы не будете брать. Это кропотливая, тяжелая работа, и надо иногда писать про прорыв трубы, и за это иногда платят небешеные деньги. Таких студентов приходит мало, и, скорее всего, нам всем нужно, может быть, тщательнее находить эти кадры, может быть, как-то перестраивать с ними работу, и в том числе, может быть, оглядываться на какой-то хороший опыт прошлого. Не обязательно какого-то распределения в конкретную редакцию, хотя почему нет, это тоже обсуждаемо. Но вот эта оглядка на регионы и на возвращение в регионы, иногда в маленькие города и поселки, людей с профильным журналистским образованием, вот этого, к сожалению, мне кажется, не хватает. А вообще, надо ли отслеживать, вот не устарел ли сам этот подход, отслеживать в обязательном порядке трудоустройство выпускника по профессии? Вот что значит устроиться по профессии человеку, получившему медиаобразование, образование в сфере коммуникаций, когда весь мир пронизан коммуникациями. Сегодня ни в одной сфере невозможно работать без специалистов, которые чего-то понимают и профессионально что-то реализуют именно в коммуникационной среде. В этой ситуации можем ли мы вообще корректно говорить, трудоустроены они по профессии или нет? Если звучит это совсем еще пока непонятно нашему уху, на самом деле это уже про коммуникацию. Конечно. Знаете, что я имею в виду? У меня однажды коллега встретила в магазине бывшую свою студентку, которая раскладывала товар. Она с ней поздоровала, сказала, здравствуйте. И коллега рассказывала о том, что ей было неловко встретить студентку в таком качестве, хорошая была студентка, но почему-то не смогла никуда устроиться и устроилась вот так вот. Может быть, в том числе потому, что в Петербурге проблемы с вакансиями, с профессией, слишком много журналистов. Понятно, что хорошие, толковые всегда устроятся, и мы сами их увидим, найдем, услышим в эфире, на радио, в машине, и это прекрасно. Но я не уверен, что... Я не знаю, какой процент, например, выпускников и студентов разных факультетов журналистики, а у нас в Петербурге их насчитывается с каждым годом всегда разные цифры. В прошлом году было 9 факультетов журналистики, этого, мне кажется, очень много для 5-миллионного Петербурга. Все ли они идут работать в профессию, связанную как-то с меди, либо просто сидят в какой-то конторе, но отвечают за социальные сети, это тоже хорошо, либо они настолько не востребованы, что просто получили эту профессию зря, и, может быть, поступили зря. И, на мой взгляд, тут еще проблема с тем, что огромное количество людей не удается поступить на профильные факультеты, просто потому что им либо не хватает баллов ЕГЭ, хотя это замечательно иногда люди. То есть, я знаю по творческому конкурсу, что приходят просто какие-то гениальные дети, но они потом не проходят, мы смотрим, 85 баллов ЕГЭ, но человек не прошел на бюджетное место, потому что на бюджетные места проходят 100-бальники только. Денег, я так понимаю, в семье нет у человека, и он остается за бортом профильного образования. Куда уходит этот человек? Может быть, кстати, ему не нужен этот профильный факультет, хотя, на мой взгляд, такой человек бы пригодился и профессии, и профильному факультету. И тут еще проблема сокращения этих бюджетных мест. И я вот не уверен, например, что я бы сейчас, если бы поступал в 2021 году, смог бы поступить на факультет журналистики. И я тогда не знаю, куда бы я пошел, и мне кажется, это не очень хорошо. Ну, вообще проблема действительно существует. Я, кстати, напомню, вот наши постоянные зрители знают, те, кто слушает, возможно, впервые нашу беседу, напомню, что журналистские направления, медийные направления Вышколы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета, бакалавриат, уже несколько лет работают вообще без бюджетных мест, при этом контингент удвоился. Вот, ну, это так, в качестве справки. Действительно, слишком много их концентрируется в одном из городов России, столичных, и думают, политика, которая в последнее время идет в федеральном центре, более равномерное распределение, она как-то выправит эту ситуацию. Но сейчас о другом. Меня вот как-то задела эта ваша фраза. Девять, да, журфаков в Санкт-Петербурге? А как Санкт-Петербургский госуниверситет выдерживает такую конкуренцию? Он выигрывает за счет чего? Имени бренда, репутации, цены какой-то более приемлемой для образования, инфраструктуры, которые более привлекательны. Конкуренция серьезная для одного города. Да, конкуренция серьезная. В Петербурге есть такое понятие, как большой университет, и университетская набережная на берегу Невы. Университет, в котором Меделеев придумывал свою таблицу. То есть есть много разных университетов, а университет он один. И я так понимаю, нам это очень помогает, просто потому что, когда школьники читают в русской классике XIX века про петербургский университет, они связывают это с нашим университетом, потому что это наш университет. И вот это вот великое прошлое университета, в котором когда-то там преподавал немножко Гоголь, или в ректорском флигеле, которого родился Александр Блок, она помогает нам в Петербурге оставаться, насколько я понимаю, такой главной площадкой, в которой стремятся многие ребята, выбирая ту или иную профессию, в том числе факультет журналистики. Потому что эти факультеты журналистики, это часто иногда замечательно 10 преподавателей, 2 комнаты, и, конечно, с ними не конкурировать. При этом есть хорошие, я знаю, и мы следим, хорошие школы, например, операторские в Институте кино и телевидения у нас, и это замечательно тоже школа, которая готовит, заполняет какую-то определенную нишу. Но я не уверен, что нам с коллегами удается сесть и проанализировать вообще, что там происходит на других факультетах. То есть мы иногда что-то видим, но наша высшая школа журналистики такая большая, у нас 7 этажей, 100 преподавателей, 1000 студентов, что мы иногда друг друга не видим, особенно из-за всех этих пандемий, что сложно познакомиться с конкурентами. И я так понимаю, что здесь главная конкуренция у нас, и внутри это так воспринимается с нашими коллегами с факультетом журналистики Московского университета, как еще одной второй старейшей школой в стране. Но да, количество бюджетных мест у нас достаточно скромное для вуза, в которых поступает огромное количество студентов, как я это понимаю. Какой объем в учебных планах занимают практики? Медиа, медиа сфера, медиа деятельность относится к тем, как бы это сказать тоже мягче, я стараюсь брать с вас пример такого политического дикета, если можно. Вот здесь нельзя поэкспериментировать на кошечках и мышках, тут ты сразу работаешь с умами большой аудитории, ну потенциально большой аудитории. И очевидно, что практики должны сопровождать весь твой образовательный процесс на протяжении всех, если бы в ряд даже берем, четырех лет. Вот как у вас выстраивается эта работа? Я надеюсь, что хорошо, хотя нет пределов совершенству. И мы знаем, что есть некоторые факультеты журналистики, на которых студенты умудряются начинать писать на втором курсе. Я даже знаю один факультет, на котором на третьем курсе начинают писать. Мы начинаем писать прямо в сентябре, с лучшими из них уже раньше в нашем профильном классе журналистском, куда мы отбираем тоже хороших ребят. Я сам когда-то на втором курсе уже пошел работать, и знаю, что ждать, когда тебя научат писать, это сложно, потому что не так много преподавателей практик, как хотелось бы. Но основной курс, основной творческой деятельности журналиста, который идет на первом курсе, все семинары по этому предмету ведут наши преподаватели практики. То есть люди, которые либо недавно ушли из активной профессии, такой творческой, писательской, писанины, репортерской, либо продолжают до сих пор писать. Я уверен, что преподаватель, который приходит в аудиторию на практическое занятие и говорит, чтобы они сократили какой-нибудь скучный пресс-релиз в два раза и сделали из него что-то более-менее приличное и журналистское, он должен в идеале сесть вместе с ними и показать им класс, как это делается. Как только преподаватель этого не умеет делать, у меня подозрение, и вспоминая еще свои студенческие годы, у меня подозрение, что студенты сразу начинают сомневаться, от чего и кто нас учит, раз мы тут можем сделать это лучше. Поэтому у нас достаточно неплохой средний возраст преподавателя. Вот по последним подсчетам, коллеги недавно говорили, около 38-40 лет — это средний возраст нашего преподавателя. И мне кажется, я это вижу просто по нашей, например, кафедре цифровых медиакоммуникаций, которую возглавляет Камила Нигматулина. Который еще не доктор наук, и который еще долго не будет 40 лет, потому что она еще пока замечательная, молодая, но уже заведующая кафедрой. И это как-то видно и сказывается на том, что в аудитории часто преподаватели, которые сейчас работают активно в профессии, и работают не просто в каких-то традиционных форматах, а есть коллеги-преподаватели, которые ведут свои какие-то сообщества в социальных сетях, либо какие-то аккаунты или блоги в Телеграм-каналах. И когда они приходят к студентам, они могут что-то им в том числе об этом рассказать, не только о том, как вообще там в целом сократить там, например, тот или иной текст. Поэтому, мне кажется, практики у нас достаточно, может быть, даже много. То есть мы активно их заставляем писать на нескольких отдельных предметах в течение всех курсов, немножко повышая градус, стремясь к финалу, к аналитике, к расследованию каким-то таким отдельным творческим проектам. Вот наши студенты, например, уже три года назад создали свой медиапроект «Развилка». На мой взгляд, замечательный такой независимый медиа, который говорит на какие-то социальные темы, о благотворительности, об их сверстниках. Работает в социальных сетях, в форматах, которые близки им. И это в том числе сделано в самом начале, когда они были совсем юные, когда мы пытались их сподвигнуть на то, что надо создавать свои медиа, не только учебные медиа внутри института, которые есть, но и чтобы они сами где-то там учились и барахтались, и набивали себе шишки. Поэтому практики, мне кажется, много, они иногда даже стонут, потому что сколько можно написать текстов и опубликовать их, чтобы все-таки получить, например, допуск к экзамену. Мы всегда с коллегами спорим, кто-то говорит, да ладно, хватит одного опубликованного текста. Кто позлее, построже говорит, нет, пять текстов на первом курсе могут опубликовать за семестр. Ну, договорились, торговались на три текста. Пишут и снимают много, но, наверное, нет пределов совершенства, потому что это еще зависит от студента. Не когда меня заставит преподаватель писать, но и когда я сам пойму, что надо быстрее начинать в профессии, быстрее идти куда-то практиковаться. Ну и, может быть, еще один блок, я не скажу, что проблем, скажу мягко в вопросах, который все время тревожит, возбуждает, иногда возбуждает в положительном, иногда в отрицательном контексте, связан с вот этой вот историей социальных сетей. Социальные сети, вот закончим про преподавателей вначале. С вашей точки зрения, для людей, готовящих будущих специалистов в области медиа, принципиально важно самому присутствовать в социальном пространстве. Если да, то для чего. Или все-таки он может это игнорировать успешно и достаточному опыту, который он имеет, скажем, в традиционных средствах массовой информации. Не второе, а собственно социальные сети, все эти площадки новые донесения контента, в том числе и контента непрофессионального, с точки зрения, насколько либо угрожают, либо наоборот помогают и стимулируют развитию той самой профессиональной и востребованной журналистики, о которой мы вначале говорили, и которую хотим все-таки видеть и слышать в ближайшем своем будущем. Социальные сети разные, там так много шлака, что сразу хочется ответить на ваш вопрос, нет, не помогают, и вообще быстрее бы забыть, и я бы сам с удовольствием отовсюду бы удалился и читал бы письма Чехова-Суворина. Но приходится. И мне кажется, учитывая, что там кроме шлака есть все-таки иногда какие-то хорошие проекты, какие-то сообщества просветительские, интересные, полезные и социальные те же самые, значит, нужно этим заниматься, просто заполнять все это пространство чем-то приличным, качественным и профессиональным. Я не уверен, что каждому преподавателю профилю факультета нужно присутствовать активно в социальных сетях, но если мы говорим о том, что преподаватель, который ведет какие-то практические занятия у студентов, которые сегодня должны не просто выложить что-то на сайт, например, как это часто и надо делать, даже многие журналисты просто до сих пор выложили на сайт, какой-то СММщик выложил что-то просто, этот же текст полностью в социальную сеть, и все забыли. Видно, что постепенно это перестраивается, потому что аудитория почти не потребляет то, что сделано отдельно с журналистами, внутри своих каких-то привычных форматов, и это очень сложно и обидно, но аудитория иногда, листая, к сожалению, на то они и сети социальные, она быстро пробегает, и мы должны и подстраиваться под нее, но и не утонуть под перестройкой, потому что раз любят тестики, ну давайте только тестики постить, так тоже ни в коем случае нельзя. Я сам лично несколько лет назад завел во ВКонтакте свое сообщество, назвал его «Редкий Петербург», и выкладываю там каждый день фотографии редкого Петербурга, что-то пишу, делаю какую-то с коллегами, с небольшой командой инфографику, видео, чтобы понимать, как говорить с ними о социальных сетях, что такое потребление, и что такое кладбище хэштегов, и вообще не знаю, сколько должно быть этих хэштегов, потому что я бы в жизни про это не знал, и потому что на самом деле это не очень интересно, но знать это нужно. Мы долго мучились с нашими студентами о том, как писать короткие подводки к своим постам в социальных сетях, потому что это совсем что-то новое и другое, и это должно быть совсем коротко по делу, конкретное и не кликбейтное, но при этом обещающее самое интересное аудитории. Это сложно, и чтобы это понять, конечно, нужно там вариться, но при этом вариться, создавая что-то более-менее приличное, скажем так. А вот алгоритмизация медийного пространства, на ваш взгляд, качественную журналистику добьет, или можно будет надеяться, что как-то прорвемся. Да, я думаю, раз она качественная, то она и через это пройдет, и люди, которые делают что-то качественное, научатся, в том числе потому, что мы с вами готовим этих молодых специалистов работать с новыми форматами, и, может быть, усидеть на двух стульях. Это немножко сложно, да, потому что вот мне сейчас хорошо на одном стуле, но, может быть, все-таки надо иногда не гнушаться там этой какой-то, может быть, такой корявой табуретке, которая пока непривычна, да, все-таки так хотя бы присматривается к ней, потому что раз в основном вся аудитория, да и мы с вами тоже потихоньку убегаем туда и потребляем информацию там, мне кажется, от нашего с вами профессионального, в том числе сообщества, зависит, что будет там потреблять аудитория, в том числе там, где она в основном сидит, если она сидит в Телеграмах, в Инстаграмах и во всех этих социальных сетях или на том же самом Ютубе. Либо все эти площадки заберут непрофессионалы и неграмотные часто блогеры, либо мы сможем составить им конкуренцию и на их поляне создавать что-то приличное и качественное. Может быть, это какая-то утопия, но мне кажется, мы на это и должны примерно работать. Спасибо. Ну и совсем в завершении. Вы упомянули про ваш проект Петербург. Редкий Петербург. Редкий Петербург. Самое время задать самый дурацкий вопрос, который задают обычно непрофессионалы интерьеры. Вы в Казани первый раз? Я в Казани второй раз, но я был проездом только пять часов. Не печально приехать сюда в такую погоду негодную? Нет, не печально, потому что погода у нас в Петербурге тоже так себе в феврале, а посмотреть на город, в котором очень хороший большой исторический слой, мне кажется, это замечательно. Я сегодня в самолете прочитал новую для себя информацию о том, что кошки в Эрмитаже, которые... Мы же родственники через котовки, да? ...появились именно из Казани. Вот авторы одной книги замечательной пишут о том, что Екатерина вытащила их прямо из Казани. Я, например, про это не знал. Кур Казанский, он же нас роднит. Да, поэтому приятно приехать в город с такой историей, которая часто мелькает в каком-то культурном пространстве. И мне, как любителю архитектуры, просто приятно посмотреть на исторический слой, который в Казани очень хороший. Вот я про это. То есть вопрос, хоть и был самый наивный, самый, может быть, дурацкий, но я еще к тому, что мы не очень часто, к сожалению, встречаемся вот здесь, на этой площадке с нашими коллегами из Санкт-Петербургского университета. И на самом деле этот вопрос вел к очень приличному вполне завершению. Приезжайте к нам чаще. С удовольствием. Будет приятно общаться. Я думаю, мы сможем друг у друга многому научиться для того, чтобы, в общем, вот эту глобальную задачу, ответ на вызовы, которые сегодня возникают в нашей профессии, в нашей группе профессий, был во многом адекватный и синхронный в чем-то. Самое главное, высокопрофессиональный. Спасибо большое за приглашение. С удовольствием. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.